тут полностью исчезает вот эта вот грань между жизнью и смертью, ты абсолютно не понимаешь, у тебя даже нет в твоём, у тебя в какой-то момент исчезает понимание, что это тело вообще нужно сохранить, либо это тело нужно что-то с ним сделать, то есть этого нет. Вот как у вас нет в жизни состояния, что нужно съесть пластмассу, она же есть везде, эта пластмасса, да? Есть она везде, но в твоём мире нет понимания, что её нужно есть. И в твоём мире начинает происходить такое состояние, что нет понимания, что нужно сохранить, либо не сохранить это тело. То есть ты идёшь в определённый опыт следующего себя вне тела, и ты его можешь потерять в одну минуту, в одну секунду. И в этой плотности оно будет, тебя уже не будет существовать. Эта тонкая грань, это первая твоя смерть, я бы сказала так, когда ты приходишь к осознанию, к пробуждению, к просветлению, но без осознания вот этого процесса. И следующая смерть, ты уже будешь понимать, что это просто смерть, это просто глубина. Блин, 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 всё в глубину. Уходишь и начинаешь видеть другие вещи. Те вещи, которые были всегда, просто ты их не видел по каким-то определённым причинам. И тогда уже вот эти вот смерти, они не страшны, но они будут постоянно происходить. И люди, когда говорят, ой, да я уже умирал, умирала там миллион раз, это как раз есть понимание, что это было разово у человека. Потому что когда это происходит постоянно, ты уже об этом не говоришь, потому что ты знаешь, что эта смерть, она будет каждую минуту, каждое мгновение проходить. Ты будешь постоянно умирать. Тебе нет смысла говорить, что ты, ой, я уже умирал. Потому что ты это делаешь всё время, и ты будешь делать. Будешь, будешь, будешь. И на определённых этапах ты падаешь в такую глубину, когда ты видишь, что ты есть сразу же в нескольких воплощениях. То есть у тебя открывается твоя память, не что-то из ряда вон, твоя память. То есть ты себя помнишь в определённых воплощениях. То есть у многих есть много воплощений, у разных людей разное воплощение. Я очень молодая душа. Просто вот таким вот... Так сложилось, так получилось, что я очень быстро прожила свои какие-то определённые моменты, которые я смогла прочувствовать. И поэтому меня выбросило. Но кто-то проживает и по нескольку десятков, и по нескольку сотен воплощений. И такое тоже бывает. Это не хорошо, не плохо. Это свой определённый опыт. Бывает, на человека смотришь, вроде бы там, ну, бывает такое, и образование нет, и работа не какая-то, мы ещё что-то. А с ним начинаешь разговаривать, и он может быть какими-то корявыми словами говорит, но там такая глубина. И ты просто тонешь в этой глубине. Продолжение следует... Продолжение следует...